Привет всем, вы на канале AndroNews и не буду томить, это актуальная новость из мира технологий. В этом выпуске я вам расскажу много интересной информации и советую досмотреть его до конца, потому что в конце я выскажу свою точку зрения относительно iPhone X, потому что мне кажется, многие люди неправильно меня поняли в видео после презентации. Погнали! Ни для кого не секрет, что тренды на рынке задают такие компании, как Samsung и Apple. Но многие считают, что Samsung это делают первые, а купертиновцы просто умеют красиво копировать и преподносить свой продукт. Хотя и это у них не сильно получается, но давайте-ка обо всем по порядку. Все, кто тщательно следит за технологиями, знают, что Samsung впервые показала гибкие дисплеи для смартфонов еще несколько лет назад. С тех пор мы слышим только отговорки и слухи, когда же все-таки появится первый девайс с таким дисплеем. Но вскоре ситуация должна разрешиться. Как заявил в ходе интервью в Сеуле президент мобильного подразделения Samsung, в следующем году нас ожидает совершенно новый тип девайсов. Он рассказал, что уже в 2018 году Samsung выпустит смартфон с гибким дисплеем в рамках линейки Galaxy Note. Пока что нет никакой информации о том, каким именно будет гаджет. Он может как действительно складываться пополам, так и состоять из двух половин шарниров по центру, как в классических раскладушках. Одно я знаю точно, это очередной эксперимент от Samsung, и его судьбу сможем определить только мы, простые пользователи. Пишите свое мнение в комментариях, какой следующий шаг в производстве смартфонов нас ожидает, и как вы относитесь к идее со сгибаемыми дисплеями. По-вашему это удобно? Если вы заметили, я пропустил новости относительно смартфона LG V30, и сделал я это не просто так. В день анонса не была известна стоимость этого продукта, и поэтому объективную оценку сделать просто было нереально. Буквально вчера ситуация изменилась, теперь мы знаем ценник на этот продукт, и я вам хочу задать вопрос, нужен ли нам LG V30 за эти деньги, и стоит ли его брать на обзор. О технической части смартфона я говорить не буду, то есть кто интересуется данным вопросом и сами знает, что на бумаге аппарат вполне неплох. Но для новичков я сделал небольшую таблицу. Итак, в Южной Корее производитель просит за V30 840 долларов, в то время как конкуренты стоят как минимум на 130 баксов дороже. Но самое главное, что в Южной Корее стоимость смартфонов LG обычно на 15% выше, чем в США или других регионах. А это значит, что цена на LG V30 по всему миру должна быть ниже объявленной. Я знаю все фейлы LG, но этот аппарат, на мой взгляд, вышел у них вполне неплохим. Ну так что, берем? Пишите свое мнение в комментариях, стоит ли пытаться достать V30 побыстрее. Я хочу обратиться к своим самым бывалым подписчикам, еще к тем, кто подписан на наш канал со времен Meizu MX4. Помните, как в то время все радовались новым процессорам от Mediatek? Так вот, я вас боюсь огорчить. Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus станут последними флагманами, за работу которых отвечают процессоры от Mediatek. Вчера пришло официальное заявление, что Mediatek сворачивает производство своих флагманских процессоров из серии X. Не могу сказать, что вот такой поворот событий меня устраивал. Я надеялся на то, что после выхода Helio X30 хоть кто-то обратит на него внимание и будет устанавливать свои смартфоны. Также я надеялся, что на рынке появятся смартфоны стоимостью до 300 долларов, из-за работы которых будет отвечать тот самый чип. Но, увы, как-то получилось все совсем радикально. Спешу обрадовать, что интересные новинки в этом году на iPhone X не закончатся. Стала известна дата выхода Google Pixel и Pixel XL2, а также производителей этих смартфонов. Чтобы долго вас не грузить, новинки должны представить 4 октября. Pixel 2 будет производить компания HTC, а Pixel XL2 LG. Какими бы скептиками мы не были, все равно эти смартфоны будут очень мощными игроками на рынке. Вспомните хотя бы первые Pixel. Я после презентации просто взял и забыл об этих смартфонах. А после реальных первых тестов все были просто в шоке. Ну, в общем, вы меня поняли. Также в октябре Huawei должны представить свой первый безрамочник. Как вы уже знаете, название этого гаджета Mate 10. И если смотреть на его техническую часть, девайс должен быть и впрямь неплохим. Жаль только, что процессоры Kirin печальные, но все равно это не мешает ждать эту новинку. Из самого интересного могу выделить, что для пользователя будет доступно 3 версии устройства. Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Lite. Характеристики известны только средней и старшей версии. Аккумулятор огонь. И радует, что в топовой версии будет широкоформатный дисплей, как на Galaxy S8. Далее я хочу с вами обсудить вопрос относительно представленного iPhone 10. А то в комментариях под видео я увидел множество негативов в свою сторону. Мне хочется объяснить людям свою точку зрения более детально, чтобы как-то закрыть этот вопрос. Начнем мы с фейла, вокруг которого так много шума. И почему я не упомянул об этом в своем ролике. Я смотрел презентацию с синхронным русским переводом, где автор сказал, что iPhone не разблокировался из-за того, что Крейг взял не тот образец. Хотя изначально я тоже был удивлен, как и все вы. На самом деле не важно, что там произошло. Главное, как это все будет работать в финальной версии устройства. И вот тут у меня есть небольшие сомнения, потому что Apple не раз демонстрировала нам продукты с откровенными фейлами. Давайте вспомним самые яркие из них. Я не буду брать во внимание провальные продукты, которые попросту не стали популярными. Я вам расскажу именно о фейлах. Первый откровенный фейл, который я помню, антенны в iPhone 4. Вы помните, если взять четверку в левую руку так, чтобы левый нижний угол полностью закрывался, то связь или становилась хуже, или вовсе пропадала. Ситуацию потом пофиксили в 4S, но это был дикий фейл, на мой взгляд. Второй косяк был в iPhone 5, когда краска с черного iPhone попросту облазила. Один из моих товарищей пользовался этим аппаратом. И да, черт возьми, он был в шоке, когда это случилось с его девайсом. Третий фейл касается гнущегося iPhone 6. Тут без комментариев. Четвертый перегрев iPad 3, который был снят с производства спустя полгода после выпуска. И все это по вине инженеров самой дорогой компании в мире. И друзья, если честно, я вам говорю, все это не для того, чтобы унизить компанию Apple. У них намного больше фейлов, чем я перечислил. Я так говорю для того, чтобы вы понимали. Apple может накосячить, и ничего удивительного в этом не будет. А что касается моего порыва купить этот продукт, так это только потому, что наконец-то у Apple получилось выпустить такой девайс, который вызвал у меня спортивные интересы. Мне реально хочется взять его и протестировать, для того, чтобы понять, неужели купертиновцы смогли, или это просто концептуальный смартфон по типу миксов с кучей недоработок. Как-то так. Ну, это были актуальные новости из мира технологий. Ставьте палец вверх под этим роликом для того, чтобы поддержать наш проект. Подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok